МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого Тищенского информационная программа «День» в студии Дарья Линская. Прямо сейчас о самых интересных и значимых событиях округа. А вначале коротко о главных темах выпуска. Дипломатический прием состоялся на заводе «Метровагон Маш». Именно здесь можно ощутить ваше чувство гордости и огромное желание быть лучшими не только в стране, но и во всем мире. Экологический форум «Раздельный сбор отходов Московской области» состоялся в мытищах. Как снизить пассажирский травматизм и от кого зависит безопасность в общественном транспорте? Новая зона отдыха появится в мытищах. Ну чего? Засыпем трубы-то. А теперь об этом и многом другом более подробно. Более 30 глав дипломатических миссий, представляющих интересы своих стран в Российской Федерации, посетили вагоностроительный завод «Метровагон Маш». Напомню, сегодня это градообразующее предприятие входит в состав крупнейшего в России производителя подвижного состава для рельсового транспорта АО «Трансмашхолдинг». Визит, состоявшийся накануне, был организован по инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мероприятие такого масштаба состоялось в городском округе Мытища впервые. Подробности в первом сюжете выпуска. Глав дипломатических миссий, представляющих в Российской Федерации интересы стран Африканского континента, Европы, Азии, Южной Америки и СНГ, встречали в здании завода управления АО «Метровагон Маш». Господа послы, госпожа посол Ганны, Уважаемые коллеги, Спасибо огромное за то, что вы уделили время и приехали в это замечательное место. Мы рады приветствовать вас на очередной встрече, которая проходит в рамках инициативы, реализованной Департаментом государственного протокола МИД России. По инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации послы, более 30 стран, сравнительно недавно вступившие в должность, знакомятся с возможностями промышленного и научного российских рынков. Крупнейший в России и четвертый в мире производитель подвижного состава для рельсовых дорог АО «Трансмашхолдинг», частью которого стала одной из градообразующих предприятий городского округа Матищи, не мог не попасть в список. Однако мероприятие такого уровня проводится на его территории впервые. Это значимый момент для нас всех. Во-первых, мы находимся в легендарном месте. Во-вторых, мы были бы рады стать для вас проводником в интересном мире подвижного состава и экосистеме нашего бизнеса. И, конечно, для нас большая честь не только представить вам один из наших заводов на словах, но и предложить пройтись по цехам. Исполнив все положенные в таких случаях формальности, принимающая сторона пригласила иностранных дипломатов в цеха. Предприятие, расположенное в городском округе Матищи, хороший образец для того, чтобы продемонстрировать возможности российского холдинга в области проектирования и производства высокотехнологичного подвижного состава для рельсовых дорог. Например, в этом помещении собирают вагоны для московского метрополитена. У нас здесь три сборочные линии. На каждой сборочной линии у нас по семь сборочных постов. Каждые восемь часов у нас вагоны передвигаются. И, как сами можете посчитать, каждый день у нас по три вагона готовых выходят со сборочных линий. Иностранные дипломаты в сопровождении генерального директора АУ «Метровагонмаш» Бориса Богатырева прошли по цеху, уделив внимание деталям производственного процесса. Другой рабочий подходит и видит, сравнивает. И тут какие изменения, что он определяет. Или какую-то операцию, что-то бывает. Еще раз хочет возобновить свои памяти. Поэтому есть возможность. Два поста у нас установки. Рядом с вагоносборочным цехом находится дробеструйно-окрасочный комплекс. И сюда пригласили высоких гостей. Технология окрашивания, которую сегодня используют специалисты Мытищинского вагоностроительного завода, позволяет подвижному составу долгое время выглядеть так, словно он недавно сошел с конвейером. Детали процесса будут интересны и телезрителям. Вот камера, в которой сваренный кузов, прежде всего подвергается абразивной струйной очистке. Ранее эта процедура не выполнялась. Кузов попадает в камеру. В камере два оператора работают. Берут шланги в руки и наносят. Со шлангом под высоким давлением идет материал. А это что? Материал – это дробь металлическая и электрокорунт. Это для того, чтобы краска хорошо держалась? Это наносится адгезия на кузов для лучшего, так сказать, соприкосновения красок с металлом. А здесь иностранные дипломаты могли представить себя в роли пассажиров. В этом помещении специально для высоких гостей были установлены поезд метро «Москва», электропоезд «Иволга» и пассажирский вагон. Два последних производятся на Тверском вагоностроительном заводе. Все экспонаты действующие оснащены, согласно последнему слову техники, и комфортные. Например, продукт мытищинского предприятия имеет сквозной проход из вагона в вагон, что повышает уровень безопасности пользователей. В каждом вагоне установлено 8 видеокамер, которые в онлайн-режиме передают информацию в ситуационный центр Московского метрополитена. Над дверьми – информационное табло с жидкокристаллическим экраном, в торцах – интерактивные мониторы, с помощью которых можно не только познакомиться со схемой Московского метрополитена, но и рассчитать время в пути. Я посетила очень много заводов, но именно здесь можно ощутить ваше чувство гордости и огромное желание быть лучшими не только в стране, но и во всем мире – очень впечатляющее. Госпожа посол Республики Ганна отметила, что в ближайший понедельник, 26 ноября, министр железных дорог и ее страны планирует посетить Москву. Это говорит о заинтересованности ее земляков в российских продуктах. Напротив, в Софийском метро мытищинские вагоны уже бегают по рельсам. Сейчас в завершительном стадии контракт на 48 новых и модернизации вагонов, что показывает, что наш митрополитен Софий имеет традиционные хорошие отношения с траншмаш-холдингом. Тем не менее, для меня было очень интересно увидеть последние новости. Египет также сотрудничает с российским холдингом. Правда, их отношения начались сравнительно недавно, год назад. В прошлом сентябре был подписан контракт почти на миллиард евро на поставку 1300 вагонов. Сегодня господин Ихаб Ахмед Талаат Насар сообщил, что от этого партнерства выиграли обе стороны. В конце Египет остановился именно на траншмаш-холдинге в качестве своего партнера. На это повлияли различные причины, как финансовые, так и технического характера. Но меня особенно радует тот факт, что данный контракт положил начало долгосрочному партнерству. Напомню, сегодня продукция АО «Метровагонмаш» используется не только в России, но и в десятки метрополитенов мира. Эта встреча значительно расширила горизонт как для АО «Трансмашхолдинг» в целом, так и для мытищинского вагоностроительного завода в частности. Сегодня при посещении послов очень заинтересовались. Кроме вагонов метро, наша продукция, мы сейчас начнем сертификацию, завершим в 2019 году, это рельсовых автобусы. И государства африканского региона очень заинтересовались. Я думаю, это наш перспективный рынок, который мы начнем и рельсовые автобусы поставлять, как в Латинскую Америку, так и в Африканский регион. В перспективе обновятся составы и московского метрополитена. Сейчас сотрудники мытищинского вагоностроительного завода работают над поездом с множеством инновационных решений. В детали Борис Богатырев вдаваться не стал, лишь пояснил, что это станет приятным сюрпризом для московичей и гостей столицы. Надежда Трифонова, Константин Бондаренко, информационная программа «День». По Новоматищинскому проспекту появится еще один мост и зона отдыха, где можно будет кормить уток. Это станет возможным после засыпки напорного коллектора. Все вопросы будущих работ обсудили сегодня участники Дня жилищно-коммунального комплекса. Слово Жанне Оловянниковой. Ну чего, засыпем трубы-то. Нам лопаты привезли. Без шуток напорный канализационный коллектор у Яузы засыпать будут. Уж слишком старая труба, которая без малого 50 лет будет контрастировать с благоустроенным берегом реки. Подумали, что он сегодня не украшает реку, которая благоустраивается. Поэтому надо что с ним делать. Решили, что мы его засыпем, скорее всего, землей, сделаем берег. Будем засыпать, делать насыпь, выравнивать здесь все. После на этой площадке неподалеку от дома номер 49, корпус 1, на Новом Итищинском проспекте высадят зелень, обустроят зону для кормления уток. Рядом построят новый мост. Старый, кстати, тоже останется. Я думал, что все-таки это земля наша, здесь две маленьких поставим сейчас и все. Следующий вопрос. Строительство спортивных объектов. Очень много жителей микрорайона 25А обращаются в администрацию с просьбами оборудовать места для спорта. Чиновники бы рады, да вот только земля там, где жителям хотелось бы видеть площадки, принадлежит Министерству обороны. Оно передавать эти участки муниципалитету не спешит. Визуально люди видят, что свободные места есть. А незаконно построить спортивную площадку мы не можем. Поэтому на данный момент мы прорабатываем вопрос. Вот сегодня совместно с Александром Михайловичем посмотрели, где мы можем построить эту площадку. Есть в районе места, на которых планируется строительство детского сада и школы. Может быть, там же разместите спортивные объекты, о которых просят жители. Будем в дальнейшем писать служебную записку на главу, чтобы понимать, можем ли мы строить спортивную площадку там, где в дальнейшем предусмотрено размещение школы. Мы постараемся сделать так, чтобы и в том микрорайоне была спортивная площадка, и дети, и все пожилающие могли заниматься спортом. Следующие рассматривали ситуацию, которая сложилась вокруг домов на улице Центральной в Поведниках и управляющей компанией. Вот уже практически без малого два месяца сервис «Град» не может заключить договоры на поставку коммунальных ресурсов. Причина заключается в следующем. Сети, которые располагаются на этом участке и непосредственно подведены к многоквартирным домам, находятся в собственности организации «Авангард-контракт». На текущий момент, по той информации, которую представляет сервис «Град», управляющая организация, они обращаются в «Авангард-контракт», им отказывают в заключении договора на поставку коммунальных ресурсов, они обращаются в наши ресурсно-набжающие организации и точно так же получают отказ. Разрешение этой ситуации сейчас на особом контроле у чиновников. Жанна Лавянникова, Андрей Капустин, информационная программа «День». Отходы на пользу. Возможно, так мог бы звучать девиз всех собравшихся в 27-й школе. Накануне там прошел экологический форум на тему «Раздельный сбор отходов» в Московской области. Экологи, общественники, представители контрольного управления, работники образования, участники некоммерческих организаций и школьники собрались обсудить все плюсы новой мусорной реформы. Напомню, с 2019 года жители Подмосковья ждет переход на новую систему обращения с мусором. Эта эко-пирамида собирается из кубиков и шпажек. В превращении ненужных вещей в полезные создатель арт-лаборатории Юрий Трушев знает толк. Например, компакт-диски, соломинки от коктейлей, старые журналы. Мы не выбрасываем. Примерно так это упрощенно, конечно. Разработчики мусорной реформы предлагают поступать с отходами. Не свозить на полигоны, а перерабатывать. Обо всех плюсах новой системы обращения с мусором, экологи, общественники, представители администрации собрались рассказать на экологическом форуме. Аудитории представлены несколько докладов, очень коротких, компактных. То есть о том, что происходит за рубежом с раздельным сбором отхода, о том, что происходит в России, что в Московской области, в нашем городском округе Матищи. И будут как раз сейчас говорить о тех перспективах, которые нас ожидают. А перспективы такие. Весь спектр работы с мусором от контейнера при сборе отходов до их вывоза возьмет на себя региональный оператор. Он же будет доставлять мусор на переработку. Собирать его будем в два контейнера. Если разделить их хотя бы в два бачка, то есть органические отходы в одну сторону, а, например, все остальное в другой бачок, то, соответственно, оттуда можно выделить как бумагу, пластик, какие-то другие полезные фракции, которые после минимальной обработки могут поступать уже для производства вторичных ресурсов, а дальше уже готовую продукцию. На органические отходы тоже есть планы. Их перерабатывают с помощью компостирования. В области уже работают необходимые системы. Уже два полигона по компостированию сделаны. И там очень хорошая немецкая технология применяется, когда на открытом воздухе под мембраной происходит компостирование, и получается хороший техногрунт, который идет как для засыпки полигонов, для того, чтобы негативно воздействовать, так и для всяких газонов и благоустройства города. Чтобы в сортировку мусора втянулись даже дети, организация семейной ценности и предложила провести экофорум. Учащиеся 27-й школы представили свои идеи, как дать мусору вторую жизнь. Можно сформировать, пожалуйста, и стол накрыть, тарелочки готовы. Надеемся, это не только начало, надеемся, что мы будем продолжать, и будем информировать население, и прилагать конкретные усилия для того, чтобы наша природа, наша экология была лучше. Свой вклад в экологию можете внести и вы. Новый экологический закон вступит в силу с 1 января. Жанна Лавянникова, Андрей Капустин, информационная программа «День». Порядка 39% ДТП с автобусами МОЗ «Трансавто» сопровождается падением пассажиров в салонах транспортных средств. Это несколько меньше, чем годом ранее, но показатель остается по-прежнему высоким. Что служит причиной этих происшествий? Резкий стиль вождения водителей автобусов или беспечность пассажиров? Разбирала съемочная группа Первого Матищинского. К сожалению, подобных ситуаций в общественном транспорте Московской области происходит немало. Современные дорожные условия диктуют свои правила и порой водители автобусов вынуждены резко тормозить, чтобы избежать столкновения. Например, если впереди идущий транспорт начинает внезапно тормозить или перестраиваться. Пострадают ли пассажиры от таких манипуляций водителя? Зависит в большинстве случаев от того, держатся ли они за поручни. Что касается автоколонны 1375, то из 35 дорожно-транспортных происшествий, которые зарегистрированы за 10 месяцев 2018 года, у нас одно ДТП с пострадавшими – это падение пассажиров. Случай был в автобусе малой вместимости, и получилось так, что пассажир был в нетрезвом состоянии, и при торможении водитель произвел, потому что было резкое перестроение, пассажир просто вот упал. Повреждений значительных не было. В Московской области существует закон, регламентирующий права и обязанности пассажиров в общественном транспорте. В апреле этого года в него были внесены корректировки. Теперь стало учитываться, держались ли пострадавшие при ДТП пассажиры за поручни, чтобы обезопасить себя. Если меры предосторожности не были соблюдены, в страховой выплате при травме может быть отказано. Все транспортные средства сегодня оборудованы видеонаблюдением. В салоне транспортного средства размещено до пяти камер. Одна камера направлена на водителя, две камеры на салон, и по одной камере на лобовое стекло и заднее стекло. Видеонаблюдение помогает контролировать и поведение на рабочих местах водителей из-за нарушения правил работнику. Может быть объявлен выговор, принято решение о лишении премии или даже увольнение. Пассажиры также могут сообщить о нарушениях дисциплины водителями. Фото и видео можно отправить на электронный адрес, который указан на стикере. Но при этом не забывайте, что у пассажиров существуют не только права, но и обязанности. Анна Мусаликина, Константин Химичев. Информационная программа «День». Работа комиссии по делам несовершеннолетних прежде всего направлена на разрешение сложных вопросов, которые складываются чаще всего в проблемных семьях. Как убедить родителей встать на правильный путь? Как защитить детей и помочь им в непростых ситуациях? Выработке алгоритма межведомственного взаимодействия было посвящено рабочее заседание комиссии. Рассмотрение персональных дел – это, пожалуй, самая важная работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На этот раз в зале мама с двумя детьми. Как выяснилось ранее, женщина не исполняет своих родительских обязательств. Привела свое жилье в антисанитарное состояние. В квартире присутствуют насекомые, посторонние запахи. Материально своих детей не содержит. Женщина является многодетной матерью. Старший сын уже взрослый. И в его отношении она уже была лишена родительских прав. А двое младших сыновей – школьники, которым сейчас так необходима материнская любовь и забота. Председатель комиссии вынес решение по этому делу. Я думаю, не стоит ее штрафовать. Она и так, наверное, без денег, предупреждение очередное вынести. А потом уже будем рассматривать вопрос. Повтор вашей судьбы по спирали. Вы уже не раз были лишены родительских прав. Устроит вас такое решение? Нет. Нет. Но тогда надо исправляться, правильно? Вам правильно говорят? Брать тряпку в руки. Убирать квартиру свою, травить насекомых там, наводить порядок. Вы там детей своих растите. Их здоровье от вас напрямую зависит. Напоминаем жителям, что Управление по делам несовершеннолетних регулярно проводит прием населения по оказанию юридической и психологической помощи в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Субъект системы профилактики работают каждодневно с населением и любой подросток и родитель может обращаться в службу, будь то органы опеки и попечительства по вопросам, отнесенным к их компетенции. В рамках заседания комиссия рассмотрела всего более 40 персональных дел. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. Интеллектуальная игра «Всезнайка» определила самую эрудированную команду школьников. Зелия данной викторины выявит самых умных, самых смекалистых и самых быстрых детей. Соревнования на кубок памяти Бакурова состоялись в Матищев. Очень хочется показать, на что вы способны. А теперь об этом более подробно. Участники сектора наука и образования Матищевского школьного парламента организовали интеллектуальную игру «Всезнайка», которая состоялась в школе номер 8. Ученики пятых-седьмых классов из 20 школ округа приняли участие в игре и продемонстрировали свои знания и смекалку. На вопросы из области географии, биологии, истории, этикета и искусства необходимо было ответить интеллектуалам с пятого по седьмой класс. Эту увлекательную игру, в которую каждый год с удовольствием играют команды от большинства школ округа, организовывает Матищевский школьный парламент. Зелия данной викторины выявит самых умных, самых смекалистых и самых быстрых детей. С каждым годом у вас становится все больше и больше. И вы активно принимаете участие в наших мероприятиях от Матищевского школьного парламента. Интеллектуальная игра «Всезнайка» включает в себя вопросы обо всем. Задания налоги, кушарады, задачи и ребусы, которые разделяются по возрастным группам участников. Всего 24 команды представляют свои образовательные учреждения и борются за победный кубок. Вот что хотелось бы сказать, чтобы вы не воспринимали сегодняшний конкурс как соперничество, а чтобы для вас это все-таки была игра, чтобы это был повод не просто лишний раз собраться, но вообще, чтобы собраться вместе интересно, а самое главное – с пользой предъявления. В посовещавшись, жюри приняло решение третье место присудить сразу двум командам – и школа 12, и гимназии 16. На втором месте – школа номер 3, а главный приз достался интеллектуалам первой гимназии. Дарья Ильинска, Олег Степанов, информационная программа «День». В рамках окружной спартакиады школьников в Мытищах проходят соревнования по баскетболу среди юношей и девушек на кубок памяти Александра Синовича Бакурова, учителя физической культуры, лицея номер 2. Какую спортивную подготовку показали юные баскетболисты – в сюжете Аллы Сталаевой. В зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» снова жарко. После прошедших зональных соревнований среди девушек и юношей сильнейшие команды встретились в финале. Все готовятся ради этого соревнования, то есть все тренировки в итоге ради этого турнира, и поэтому очень хочется показать, на что способны. Мы сегодня проиграли, но мы очень-очень старались, нам было сложно, потому что это уже большой уровень, тут спортсмены, которые очень многого добились. В соревнованиях по баскетболу среди юношей и девушек на кубок памяти Александра Синовича Бакурова учителя физической культуры, лицея номер 2, проходят в мытищах каждый год. В них принимают участие довольно опытные спортсмены, которые до последнего борются за победу. Главное сейчас сжаться в один веник и не отпускать. В прошлом году мы заняли второе место в этом турнире. Юные баскетболистки приложили немало усилий, чтобы достойно представить свою команду и, конечно, свое учебное заведение. Победители ждут награды. Будет вручен переходящий кубок, также ребята будут награждены памятными медалями и дипломами. И победителям команды, которые займут первые места, будут вручены комплект формы на каждую команду ребятам и девочкам. И также за вторые и третьи места на школу будут вручены баскетбольные мячи. По результатам соревнований третье место заняла баскетбольная команда лицея номер 23. Второе – у 14-й школы. И победителем турнира среди девушек стала команда 24-й школы. У юношей финал состоится 23 ноября. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». Любят мытищенцы и профессиональный баскетбол. Об этом говорят переполненные трибуны арены Мытищи, где проходит баскетбольная Евролига. 21 ноября за победу сразились команды «Химки» и «Будучность». Подробности встречи в нашем следующем сюжете. 15 лет команда «Черногории» и «Будучность» не участвовала в Евролиге. Этот сезон она начала с шести поражений и одной удивительной победы. На прошлой неделе черногорцы на своей площадке забили испанской басконии 21 трехочковый. Установив новый рекорд Евролиге, а также выиграв матч, «Будучность» покинула последнюю строчку рейтинга. После такого строить планы на игру с «Химками» никто не спешил. Реальная сила темной лошадки из Черногории неизвестна. Что касается «Химок», наша команда подошла к игре практически в полном составе. Первый тайм показал – игра будет интересной. Окрыленные последней победой черногорцы продолжали тактику дальних бросков, а «Химки» начали с агрессивной атаки. Итог 10 минут игры – 18-17 в пользу соперников. Во втором тайме «Химки» показали свою силу. Сначала преимущество подносковной команды достигло 7 очков, затем 9. После такого отставания тренер «Будучности» взял тайм-аут. Но тактику «Химчан» не удалось сломить. Перед большим перерывом отрыв достиг 16 очков. Третий тайм «Будучность» начала активно, видимо, решив переломить общий ход игры. Команда Черногории отыграла 11 очков, но «Швед», «Томас» и «Гил» вернули плюс 16 нашей команде. Последнюю 10 минутку «Химки» начали неуверенно, а соперник напротив хотел наверстать упущенное. Борцокос взял тайм-аут. После небольшого отдыха очень вовремя забили «Микки», «Маркович» и «Швед». Все вернулось к плюс 15, и игра, по сути, была сделана. 85-69. В концовке под бурной овации на площадке появился Сергей Моня, установивший новый рекорд клуба по количеству проведенных матчей за «Химки». Теперь в активе капитана их 467. Следующую встречу в рамках Евролиги «Химки» проведут на выезде. 23 ноября они встретятся с литовским «Жальгересом». Анна Мусоликина, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Пуэрториканские биологи спасают от вымирания редких попугаев. Амазоны с ярким зеленым оперением живут в горах, влажных лесах и пальмовых рощах. Но мощный ураган в прошлом году уничтожил больше половины популяции этих пернатых. Сейчас ученые разводят редких птиц в питомники, после чего планируют выпустить их в дикую природу. Пуэрториканские амазоны с ярким зеленым оперением – редкое зрелище. На грани вымирания эти птицы оказались ещё в прошлом веке. А мощнейший ураган Мария, обрушившийся на Пуэрторико в прошлом году, уничтожил в дикой природе более половины популяции этих попугаев. «До ураганов Ирма и Мария в лесах Эль-Юнка жили примерно 65 попугаев. Выжили только два. В Утуаде насчитывалось от 134 до 150 птиц. Теперь их не более ста». Пуэрториканские биологи последние несколько десятилетий разводят редких попугаев в питомниках. Один из них находится в заповеднике Эль-Юнг. Сейчас здесь живут более 460 птиц. Но после урагана Мария их перестали выпускать в дикую природу. Причина в том, что стихия уничтожила в заповеднике много деревьев, и попугаев потеряли среду обитания. Специалисты выясняют, какой урон нанесён лесу. К концу ноября они составят подробную карту и решат, где посадить новые деревья. Причём выбирать будут более приспособленные к ураганам. «Я уверен, что у нас есть достаточно специалистов, знаний, технологий и желания для того, чтобы быстро вернуть этот вид в дикую природу». Первую партию из 20 амазонов планируют выпустить в следующем году. Но прежде учёным предстоит подготовить питомцев к самостоятельному выживанию. Для этого на месяц к ним поселят диких попугаев. «У нас были случаи, когда выпущенные попугаи возвращались. Так что роль диких птиц очень важна. Они научат других жить на свободе, научат защищаться и искать пищу». Пуэрто-риканские амазоны обитают только на острове Пуэрто-Рико. Они живут в горах, влажных лесах и в пальмовых рощах. На этом наш выпуск новостей завершён. Чтобы быть в курсе всех событий, заходите на сайт Первого Матищенского, в нашу группу ВКонтакте, а также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» О переходе на цифровое телевещание. С января 2019 года Российская Федерация полностью перейдёт на цифровое эфирное телевещание. В рамках реализации федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы в России силами ФГУ РТРС создаётся сеть цифрового эфирного наземного телевещания с охватом более 98% населения, включающая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых определён указом президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года номер 715. Второй мультиплекс составляет обязательные общедоступные телеканалы, выбранные на основании конкурса, проведённого Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работают более 9,5 тысяч передатчиков из 10 тысяч. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 2018 года. На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире. Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приёма программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания. Пользовательское оборудование для приёма цифрового сигнала. Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 года, потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм. Если вы увидели на экране литеру А, проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли приём цифрового сигнала. Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал до января 2019 года, рассмотрите возможность приобретения нового телевизора в цифровой приставке. По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную горячую линию ФГУ РТРС по телефону 8 800 220 2002 или на информационный интернет-портал ФГУ РТРС по адресу rtrs.rf ФГУ РТРС Оплачивай проезд банковскими картами во всех видах общественного транспорта Московской области. Ваша карта всего лишь должна быть оснащена чипом или технологией бесконтактной оплаты. К оплате принимаются карты любого банка, поднесите карту к терминалу и удерживайте до сигнала об оплате. Я боюсь собак. На нас с детской площадкой иногда приходят большие собаки, они ладят и могут меня укусить. Мой папа спасает, если он меня будет спасать, то его тоже собаки могут укусить. Я не хочу, где собаки гуляют, а где дети. Все, что надо, есть у нас уголь, нефть, природный газ. Мы все это добываем, в результате получаем электричество, тепло, свет в дома и школы, для машин бензин, масла, для продуктов холод. Но ресурсы, что дала щедрая нам природа, уменьшаются, друзья, с каждым днем и годом. Что же делать, как нам быть? Как нам людям дальше жить? Будь один во всех делах, знать учет и меру. Чтоб вернуться не пришлось, нам опять в пещеру. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА